Представляем видеоролик номер 14 Курсы консервации графических произведений, которые показывают изделия, используемые в данном курсе. КАРТОНЫ ДЛЯ ПАСПОРТУ В видеоролике номер 2 Мэйл Рейлиндс объясняет, что такое шкала измерения значения pH и какие требования предъявляются к картонам с фаской, используемых в консервации графических произведений. Компания Rinaldin предоставляет широкий выбор картонов, пригодных для консервации графических произведений. В особенности картоны Red Matte из 100% хлопка компании Crescent и картоны Museum компании Crescent и Moorman. Клейкие ленты компании Lineco Представляем ленту из гумированной ткани с клейким слоем Acid Free, который активируется, смачивая ленту. Используется для фиксации между собой картона и полукартона большой плотности, для чего лучше использовать тканевую ленту вместо бумажной клеящей ленты. В видеоролике номер 2 лента была использована, чтобы зафиксировать вместе паспарту и основу. Это бумажная лента японского производства Kayako Hinging Paper. Лента мягкая, пропитанная клеем, который активируется, смачивая ленту водой. Эта лента служит особенно для удерживания из тампа на основе. Лента, называемая Document Repair Tape, в основном используется для реставрации документов и страниц старинных книг. Клейкая лента, называемая Paper Hinging Tape, служит особенно для фиксирования из тампа к основе. Эта лента, производимая в двух различных по ширине форматах, состоит из алюминиевой фольги, покрытой защитным слоем бумаги с внутренней стороны и серой бумаги с внешней стороны. Лента используется особенно для запечатывания внутренней части рамы, чтобы предотвратить утечку газообразных элементов из дерева рамы. Представляем клейкую чёрную губчатую ленту, которая используется для покрытия желобка рамы. Лента снижает риск разбивания стекла и предотвращает прилипание стекла к раме. Лента так же обеспечивает защиту от пыли. Клейкие ленты компании Filmoplast Основные характеристики клейких лент Filmoplast состоят в том, что они состоят из клея acid-free и в обратимости, то есть клей может быть удалён, смачивая его водой. Использование клейких лент Filmoplast рекомендуется так же в обрамлении обычным способом, а не только в рассматриваемом здесь методе консервации графических произведений. Это тканевая лента Filmoplast, она подходит для фиксации тяжёлых эстампов к основе паспарту. Угловые карманы и полуклейкие полоски на основе. Это угловые карманы, произведённые компанией Lineco и называемые Mounting Corners. Угловые карманы служат для удержания стампа на основе без использования клеящих материалов. Это другой тип угловых карманов. Аналогичная система для удерживания стампа без использования клейких лент состоит из полуклейких полосок, которые вы видите. Давайте ещё раз посмотрим видеоролик, который объясняет их использование. Клей и клейкие ленты. Это крахмальный клей в порошке. Его характеристикой является обратимость, то есть клей может быть удалён, смачивая его водой. Это клей Acid Free на основе поливинилацетата. Клей становится прозрачным после высыхания и является обратимым, если он увлажняется водой. Бумага с нейтральным значением pH. Эта бумага может быть использована для различных стадий консервации графических произведений. В видеоролике номер 6 бумага была использована для получения бумажного лотка, который защищает эстамп и удерживает его на основе без использования клейких лент. Стекло-мьюзеем Видеоролик номер 10 описывает стекло-мьюзеем. Компания Rinaldin поставляет стекло-мьюзеем, произведённое американской компанией TrueView. Стекло-мьюзеем доступно в трёх версиях с различными характеристиками, как показано в этой таблице. Картоны для задника рамы Видеоролик номер 12 показывает, как закрыть задник рамы. Картон Corricore особенно подходит для использования как задник рамы. Вспомогательные изделия Костяной стек служит для выделения сгибов бумаги и был использован много раз в представленных видеороликах. Стеклянный груз также был использован несколько раз Мэйлом Рейнольдсом во время показа видеороликов. Тестинг-пен является маркером, который служит для проверки значения PH бумаги и картона. Проведите линию на тестируемой бумажной поверхности. Если значение испытываемого материала выше значения 6,8, линия будет фиолетовой. Если значение ниже 6,8, линия будет жёлтой. Это тампон из резины в гранулах. Тампон служит для очистки эстампов. Мешочек нужно сначала отжать и затем прокатить по эстампу. В конце надо удалить пыль щёткой. Это набор для начинающих для консервации графических произведений. В набор входит баночка крахмального клея весом 55 граммов, рулон клейкой тканевой ленты для фиксации паспарту, ленты из рисовой бумаги в количестве, достаточном примерно для 75 эстампов. Мы рекомендовали бы использовать хлопчатобумажные перчатки, особенно для людей, у которых часто потеют руки. Вы найдёте все необходимые изделия для консервации графических произведений на сайте www.rinaldin.com